Первого кастрышника в Могилёве возникнет проводной радио. Его заменит эфирный сигнал. Но это не значит, что первый национальный канал белорусского радио станет недоступным для слухача. Зменится только технология доставки информации. А любимые населенством радио программы застанутся у эфиры. Поколь проводной радио можно слухать у двух белорусских городах Минску и Могилёве. Меньше чем празд два месяца первого кастрышника проводной радио у Беларуси зникне. Как застаться на хвале первого национального канала белорусского радио, слухачам треба иметь радиоприемники, которые работают в диапазоне 65,9-74 МГц и 87,5-108 МГц. Например, в городе Могилёве, в Могилёвском районе и соседних районах, переграничных к Могилёвскому, его можно слушать на частотах 72-74 в диапазоне УКВ и на частоте 105,9 в диапазоне ФМ. А плата за спожитую радиоприемникам энергию меньше, чем абонентская плата за проводное вяшчание. Платить за прием эфирного сигналу не треба. Для повяшчения насельництва у надзвучайных ситуаций працует система «Перахоп». Мы мощнили от передачи до 6 кВт. Соответственно, зона уверенного приема увеличилась и охват населения. То есть более доступен стал в глубинке, будем так говорить. В каких районах? В районах захватывает Могилёвский район практически полностью. Больше за десяток годов проводную радую суседничала с эфирным. По таким принципам працавали Могилёвская областная радую и Радую Могилёв. Але с початку этого года у эфиры у ФМД эпазоне засталося только Радую Могилёв. Мы какие-то программы переселили с одной волны на другую. То есть информационная составляющая на Радио Могилёв, она у нас увеличилась. И абсолютно все новости о своей области жители Могилёвщины могут узнать на Радио Могилёв. Для оптимизации сетки проводного вещания есть некольки причин. По-перше, термин эксплуатации обсталевания уже скончился, и адрамонтовать его нема махчимости. Некоторые компоненты сняты из вытворчасти. По-другое, низкая запотребованность послуги. На початку года колькасть жадающих адмовится от проводного радую у областным вузле Радую Вещания телебачення доходила до 100 человек за день. Алена Соловьёва, Александр Артемьев, Новинирегион.